Накануне заместитель главы региона встречался с руководителями местных средств массовой информации. Журналисты предложили Николаю Далуде открыть в Олимпийском парке музей, который бы рассказывал об истории, бытии и культуре казаков, а также курень. Он бы знакомил туристов с блюдами и особенностями кухни. Вице-губернатор идею поддержал. Он подчеркнул, что сегодня важно, чтобы и жители Сочи, и гости из других городов, больше и из разных источников узнавали о казачестве. В том числе с экранов телевизоров, полос газет, статей, интернет-изданий. Узнавали, что казаки занимаются не только охраной и общественного порядка, но и одними из первых приходят на помощь в случае ЧАЭС, защищают границу нашей страны и интересы государства, как это, например, было в Крыму. Я в ноги поклонюсь тем людям, которые были со мной там, потому что я их видел. Я их видел, что они могли и как они бились и дрались с кулаками одними, когда мы защищали верховные здания Верховного Совета. А мы стояли, 130 человек защищали по периметру здания Верховного Совета, 100 человек здания правительства Республики Крым, телерадио-вещательную кампанию, которая в Симферополе, у меня 20 человек вооруженных, потому что трижды была попытка взорвать ее. Но это ребята мы стояли и не побоялись ничего. Добавлю, что кубанское войско насчитывает более 53 тысяч человек. Сегодня оно самое многочисленное из 11 реестровых казачьих войск страны.